Защищать Украину Андрей пошел еще в 2014 году. Тогда при попытке выбраться из Иловайского котла получил осколочное ранение позвоночника. Чтобы встать на ноги, защитник перенес 6 операций. Полгода был на реабилитации. После полномасштабного вторжения России в 2022 году без колебаний снова пошел в военкомат. Не было вариантов. Мы собрались с старым коллективом Днепро-1, ветеранами, теми, кто уже отслужил. 3 марта мы все уже были зачислены в Национальную гвардию. Там быстрее всего выдавали оружие. И 20-го уже наши люди были в секторе на разных направлениях. В декабре 2022 года на Донецком направлении Андрей подорвался на мине. Ему оторвала часть ноги, но он нашел в себе силы доползти до автомобиля и за рулем в сопровождении сослуживца проехать около 20 километров до безопасного места. «Мы поехали потихоньку в сторону Славянска. Там по дороге остановились. И меня забрала наша скорая. Отправили в Краматорск. Там операцию сделали. Стабилизировали. Лишнее отрезали. И уже на следующий день был в Днепре». На реабилитации в Днепре Андрей уже третий раз был здесь до и после протезирования. Теперь его дополнительно адаптируют к жизни с протезом. Но есть некоторые сложности, связанные с предыдущим ранением. «Правая конечность у него была ослаблена из-за старого ранения. Она сохраняла только 20-30% силы от нормы. И это была очень большая проблема, потому что даже стоять на костылях не позволяла эта нога из-за слабости. И мы начинали заниматься с очень маленьких заданий – преодолеть три метра, два метра, постоять, присесть». Постепенно Андрей смог самостоятельно ходить с костылями. Это позволило ему быстрее научиться пользоваться протезом. Сейчас главная задача, говорят реабилитологи, – уменьшить боль от первого ранения и увеличить силу нижних конечностей. «Пациент мотивирован. У него есть цель. Он стремится её достичь. Он выполняет все задания, и благодаря этому мы смогли достичь такого результата». С каждым пациентом в реабилитационном центре Днепра работает мультидисциплинарная команда. Благодаря этому и их методикам военные достаточно быстро становится на ноги.